Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и в гостях у нас сегодня исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Александр Критский и начальник пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Андрей Мельник. Андрей Васильевич, Александр Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Уходит 2016 год, наверное, он был для многих непростым, в принципе, у вас служба и так непростая. Насколько он был сложным или легким для вас, потому что в выходящем году были и ураганы, и пожары, и снежные заносы. То есть, в общем-то, это обычная ситуация для вас или он был сложным? Ну, год достаточно был сложным. Во всех практически отношениях человек, он бессилен перед стихией. Наша служба борется со всеми превратностями природы, в основном с пожарами. Большее количество, если помните прошедший год, то количество стихийных бедствий, связанных с природными явлениями, было значительно меньше, чем само количество пожаров. Пожары... Причиняют ущерб материальным ценностям. На сегодняшний день, практически за год, произошло 6885 пожаров. К сожалению, в результате пожаров погибло более 100 человек. 20 из них дети. Это довольно большая цифра. Печальная статистика, большая. В любом случае, любая гибель человека – это трагедия. Ну, вот тут вопрос к пресс-службе. Ведь мы стараемся, мы стараемся очень много показывать, причем независимо, праздники, будни. Стараемся много показывать с вашей помощью о том, почему происходят пожары. Каковы действительно страшные последствия могут быть. Вот как вы считаете, это работает на предупреждение? Ну, работает, и мы очень благодарны средствам массовой информации, телеканалам, газетам, радио, за то, что нам оказывают огромную поддержку в этой профилактической работе. Вот. Это и средства массовой информации, это и обходы, подворовые обходы, это выступления в школах, в учебных заведениях, в детских садиках. Проводится огромная работа. Вот сейчас, перед Новым годом, эта работа идет по предупреждению, правилам пользования пиротехническими, вот этими всякими средствами, я не знаю, там, уже каждый год фейерверки. Рассказываем каждый год, вот это рассказываем, все равно в любом случае, вот, вроде бы как и действует, с одной стороны, с другой стороны, люди все равно, дети особенно, бегут, покупают стихийные вот эти вот продажи. А в чем проблема? То есть, некачественная пиротехника или не соблюдают правила безопасности? Да, и то, и другое. Ну, например, мы рекомендуем, например, если вы хотите уже, допустим, салют какой-то, если уже очень хочется, то есть, что-то взорвать там на Новый год, то покупать в специализированных магазинах, вот, которые, значит, продают вот эти фейерверки, на которых есть, ну, скажем, качество, как, да, вот. То есть, сертифицированных, да, то есть, купить, и обязательно это должны делать взрослые, это должны делать в местах подальше от жилых помещений, домов, частных домов, или пускай это будет высотные дома, неважно, на открытой территории должно быть, соблюдение всех мер предосторожности. Вот, ну, мы стараемся, конечно, объяснять, но... Ну, вот, если вспомнить прошлые новогодние праздники, то есть, вот, как раз встречи 2016 года, какие были происшествия тогда? Все равно что-то было. В 2016 году у нас как раз произошел такого рода пожар, в результате которого пострадали крыши трех частных жилых домов, естественно, и затруднен был подъезд, и, естественно, что предшествовало возгоранию, это использование пиротехнических изделий, то есть, запустили ракетницу, и в результате чего сначала одна крыша дома загорелась, и потом последующие. Взрослые люди вот этим занимались, или все-таки это больше детский шаг? Ну, это тяжело определить. Во-первых, никто не признается, что он спровоцировал, либо был причастен, да, к такой ситуации. Ситуации бывают абсолютно различные, они даже если не приведут к возгоранию, к материальному ущербу, то в любом случае не сертифицированная продукция может привести к травматизму, либо гибели людей. На это надо тоже обращать внимание. Ни в коем случае не разрешать использовать ее детям, ни в коем случае не направлять ее в лицо человека, либо вообще в сторону человека. Ни в коем случае ее не использовать в закрытых помещениях. Вообще использование открытого огня в закрытых помещениях запрещено. У нас любители еще пиротехнику запускать в центре города, улицы, где деревья, ветки. Деревья раскидистые. Выходят, я был просто свидетелем этого, не полностью без капли какого-то сомнения. Выходят, ставят этот салют, салют стреляет, попадают в ветки деревьев, ну там же растительность у нас, слава богу. Хватает. Хватает, да. И от этих веток на крыше куда-то разлетается, просто жди звонка, называется. Люди, употребив какую-то дозу алкоголя, они бесстрашные. Вперед. Теряют чувство безопасности. Ну вот еще в отношении использования пиротехники, то есть сейчас, к сожалению, к сожалению или к счастью, то есть интернет доступен. Очень много веселых роликов, на которых иногда маленькими буквами говорят, написано, не повторяйте это, не пытайтесь это повторить. Вот часто ли пытаются повторить, и с какими последствиями. Люди вообще, вот сколько раз выступали в школах, вот смотришь, дети, да, внимательно слушают, там разный возраст. Третий класс, первый класс или это девятый класс, там одиннадцатый возраст, и вот смотришь, вот сидит 50-60 человек, да, детей, и вот двое где-то в конце, вот они сидят, читаешь в глазах, вот это я обязательно попробую. Вот это самое страшное. То есть есть вот та категория людей в целом, и людей, и детей, то есть которые в любом случае, что им ни говори, вот они выслушают, но обязательно пойдут попробуют. Тем более посмотрев какие-то ролики, не повторять почему, конечно повторю. То есть тут еще, они не только могут принести вред, как пожар, допустим, пиротехника, как пожар, как, допустим, какие-то увечья, да, допустим, там. Просто человеку кинь, он будет идти по улице, кинь вот этот вот маленький какой-то там под ноги, человек может с сердца остановиться. То есть тут еще вот с этой стороны посмотреть, потому что человек может психологическую травму получить, какую-то заикость, не знаю, там сердце остановится. Не все это любят. Для того, чтобы немного даже объяснить ситуацию по сертифицированной продукции, вся продукция пиротехническая, которая используется кустарным способом, там не выдерживается технологический процесс. Количество самого заряда, прочность самих корпусов, все вот эти моменты сведены на нет. Я принимал участие в тушении пожара, случай был простой, вызов был на простой гараж кооперативного типа. Значит, когда прибыли наши подразделения, зайти никто не смог в это помещение. Там проводилось изготовление пиротехнической продукции. И оно там все начало гореть и взрываться. Погиб человек, не выдержал технологический процесс изготовления данной продукции, он погиб сразу на месте. Но в результате детонации всех остальных изделий разломалась даже бетонная плита перекрытия. И настолько была высокая температура, что наши подразделения в течение нескольких часов не могли проникнуть в данное помещение. То есть это нужно понимать и, естественно, доверять только профессионалам при использовании данной продукции. Ну что ж, в любом случае, я понимаю, что, наверное, сложно избежать 100% на 100% таких случаев. Но, тем не менее, будем надеяться, что новогодняя ночь и ближайшие новогодние праздники, рождественские, пройдут более не менее спокойно. Все-таки мы стараемся предупреждать о том, как пользоваться пиротехникой. Но после праздников все равно еще долгая зима. А зима – это холода, это снежные заносы, это, собственно, экстремальные, возможно, морозы. То есть нас еще пока никто не говорит о том, что зима будет теплой. Стандартные проблемы, с которыми вы зимой сталкиваетесь, это уже вопросы, наверное, следующего года будут. То есть это и снежные заносы, и проблемы с подлёдным ловом, с рыбаками, которые непременно на праздники пойдут ловить рыбу. И, собственно, пункты обогрева будут разворачиваться. Как вы сейчас к этому готовитесь? Ну, немного расскажу еще о тех событиях, которые предшествовали этой зиме. Это прошлогодняя зима, но... Она дала хороший опыт. Да, хороший опыт, и ежегодно чему-то новому нас учит. Мы готовимся. Ну, как я говорил в начале нашей передачи, человек бессилен перед стихией. Ко всему быть готовым невозможно. Пункты обогрева, да, есть обозначены во всех населенных пунктах. В основном это вблизи и на узловых участках дороги, где возможны заторы транспортных средств. Заключают договора и предоставляют местные органы самоуправления. Те пункты обогрева мобильные, которые находятся на вооружении нашей службы, они предназначены для обогрева личного состава, который будет непосредственно принимать участие в ликвидации. В случае экстренных каких-то, экстремальных условий. Да, так точно. И, естественно, за состоянием дорог в момент выпадения обильных осадков отвечают автомобильные службы, дорожные службы, те, в ведении которых находятся данные участки дороги. Так уж складывается, что если снежный занос, все равно звонят в первую очередь вам. То есть, когда люди застряли уже на трассе, все равно эти вопросы приходится решать вам. Наша задача – организовать взаимодействие всех служб. Для того, чтобы просто сказать о статистике по снегоуборочной технике, то у нас есть всего лишь три транспортных средства, инженерной техники. На всю область. На всю область. Которые можно использовать для расчистки дорог. Естественно, это не основная функция нашей службы. В службе автомобильных дорог, по информации, которую они предоставляют ежегодно, мы обновляем планы реагирования на возможные погодные условия, на возможные ситуации в результате ухудшения погодных условий. Более 60 единиц техники. То есть, соответственно, достаточно этого, недостаточно, естественно, недостаточно. Техника и морально устарела. Техники катастрофически не хватает. Как и не хватает людей для уборки. Но должны понимать, в любом случае мы отреагируем на вызовы. Если люди нуждаются в помощи, мы всегда придем на помощь. Вопрос своевременности прихода. Естественно, если дороги не расчищены, надо ее сначала очистить для того, чтобы эвакуировать транспортные средства. К сожалению, та пожарная техника, у нас есть техника повышенной проходимости, но она предназначена в первую очередь для тушения пожара. А не для эвакуации людей. Да. Если мы выехали с целью эвакуации людей в прошлом году и до этого, в предыдущие года, в некоторых населенных пунктах мы доставляли даже пожарными машинами хлеб населению. Привозили продукты питания. Были случаи и в этом году уже, были случаи прошлой зимой, но этого года, были случаи, доставляли рожениц, доставляли людей, больных, которые получили травмы в лечебные учреждения. Но опять-таки, люди в первую очередь могут пострадать от пожара, от последствий пожара, но мы отреагировать не сможем, потому что машина уже будет задействована где-то на расчистке дороги. Но тут есть важный момент, ведь на самом деле обычно о приближении циклона. Мы предупреждаем, вот совместно с вами, с пресс-службой, мы предупреждаем. И очень важно услышать это предупреждение, и действительно, ну, чтобы линемизировать. К сожалению, каждый считает, что его это как-то менет, как-то обойдет эта его ситуация. Почему? Потому что, вот как Андрей Васильевич говорил ранее, сидит два человека в классе из несколько десятков и думает, а вот именно вот это я попробую. И каждый считает, что его пронесет, он проедет, у него машина лучше, у него зимняя резина. Нет, на самом деле в основном поступают сообщения из-за невынужденных ситуаций. То есть люди были предупреждены, но надеялись, что именно по этой дороге снег не пойдет. Это еще касается, допустим, руководителей каких-то предприятий, транспортных предприятий, автоперевозчики. Тоже вот, если бы они прислушивались, в принципе, лучше, например, не отправить автобус в рейс, подождать пару часов, пока расчистят дороги. Тем более, когда крупные заносы, вот когда вот хорошо идет снег, то мы каждые там два часа мы выкладываем информацию, делаем рассылку о том или ином участке дороги, что там расчищено, допустим. По крайней мере, то есть можно отслеживать ситуацию. Отслеживать можно, и вот если бы они прислушивались, потому что выпустят автобусы, потом вот эти вот 40 человек где-то сидят в снегу, их надо вытаскивать, мерзнуть, да. Их надо эвакуировать, и неизвестно, что с ними будет. Да, и людей, и транспортное средство, то есть если бы еще вот прислушивались вот такие вот руководители этих предприятий, было бы вообще замечательно. Ну, по крайней мере, мы, то, что мы делаем, мы стараемся об этом информировать. Ну, что ж, завершается год, я понимаю, что хочется пожелать, чтобы следующий год был спокойный, без происшествий. Насколько это возможно? Вот чего бы вам хотелось пожелать от наших зрителей, нашим зрителям, одесситам, жителям нашей области, чтобы этот год был действительно прошел вот с минимальными, скажем так, проблемами? Бдительность. В первую очередь должна быть бдительность. Хотелось бы в преддверии праздников поздравить одесситов и гостей города, пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия. И в первую очередь того, чтобы не оставляли детей самих, бывают различные ситуации жизненные. Хотелось бы, конечно, чтобы все прошло у всех благополучно, чтобы не только Новый год, но и все последующее время все было у одесситов хорошо. Ну что ж, я присоединяюсь к этим поздравлениям, благодарю вас за эту беседу, за предупреждение, тоже желаю со своей стороны бдительности, потому что праздники это не только замечательное, сказочное время, но это еще и возможность действительно каких-то чрезвычайных ситуаций в результате пожаров от фейерверков, от петард и так далее. Постараемся этого избежать. Спасибо и напомню, что в гостях у нас был исполняющий обязанности заместитель начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Критский и начальник пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Андрей Мельник. Субтитры создавал DimaTorzok